В краевой столице снова заработали два магистральных маршрута – 14-й и 46-й. Ранее перевозчик, который победил в конкурсе, не смог выпустить в указанный срок автобусы на линию. Временно маршруты исчезли, а по их путеследованию пустили 38-й и 3-й М. Сейчас, после небольшого перерыва, автобусы на 14-й и 46-й снова ходят стабильно. А 38-й и 3-й М, по словам замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, уже вскоре вернутся на свои линии. Что касается тех маршрутов, по которым путь исследования был изменен временно, ввиду отсутствия основных магистральных маршрутов, то нами, Миндорам, инициировано обратное изменение пути исследования данных маршрутов. Соответственно, согласно регламенту и порядку, который установлен Министерством дорожного хозяйства и транспорта, данная работа будет проведена после майских праздников. По магистральным маршрутам теперь ездят новые комфортабельные автобусы. В скором времени на дороге выйдет такой же транспорт по маршруту номер 12. Комиссия уже осмотрела машины, которые представил перевозчик. Также на улице Ставрополя уже выехал маршрут номер 50, который связывает юго-запад и северо-запад. Его установленная схема движения отличается от запланированной ранее. Автобусы начнут движение от гипермаркета «Светофор» до школы номер 44. На маршруте представлено более 10 остановок, а стоимость проезда составляет 30 рублей. Пока это максимальная стоимость проезда в Ставрополь. Что касается подорожания, мы, как и ранее, ведем работу с перевозчиками в целях недопущения подорожания. Но хочу сказать, что и представители правительства, также Российской Федерации были заявлены новые требования, которые мы ждем, нормативные правовые документы, позволяющие регулировать именно подорожание тарифа. Соответственно, или отказ от маршрутов. Соответственно, эти изменения еще не доведены, но, соответственно, на днях мы их будем ждать. За министра лично проверил работу транспорта. Проехал на трех автобусах и оплатил проезд безналичным способом. По словам Бориса Борисова, машины стабильно ходят каждые пять минут. Но сейчас жители считают это не самой главной проблемой. Недавно пользователи соцсетей обсуждали вопрос об отсутствии Ставропольского транспорта в Яндекс.Картах. Что касается установки системы ГЛОНАСС по транспортным средствам, требования относятся как к регулируемому, так и к нерегулируемому тарифу, то есть к перевозчикам тем или иным. Но хочу отметить, что отражение в Яндекс.Картах – это не требование постановления правительства Российской Федерации. Это наша просьба и рекомендация перевозчикам для того, чтобы транспортные средства отражались в Яндекс.Картах. То есть это тоже частные компании, которые также ведут учет. Соответственно, сама система ГЛОНАСС позволяет нам уже как операторам, министерству, а также управлению Ространснадзора по Ставропольскому краю посредством собственных внутренних систем учета ввести контроль за работой транспортных средств. Реформа общественного транспорта в Ставрополе продолжается. Замминистра заверил, что во время майских праздников маршрутки и автобусы будут работать стабильно и без задержек. Сабина Гороханова и Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.